Привет! Мы в деревне Тверской области в Сталках. Это колодец, который все копали 100 тысяч лет. Давайте посмотрим, что там внутри. О, даже боюсь поднять эту крышку, но вы можете видеть, что там водица. Водица нельзя не насладиться. Смотрите, какой классный цепный механизм. Его можно разглядеть только отсюда. Настоящий велосипед. Кто бы мог подумать? Я не знаю, зачем так, но почему бы и нет. Пойдемте посмотрим, что внутри дома. Заходим на двор. Сейчас камера немножко привыкнет к темному помещению. Тут раньше жила собака. Была у нее мегабудка, но ее теперь нет. Поэтому тут лежит всякий хлам. А это двор. Пройдем. Там будет очень темно, но мы что-нибудь постараемся увидеть. Вот он. Здесь по-прежнему остались потрясающие ароматы. Но вы их, к сожалению, не почувствуете. Здесь жила наша гигантская хрюша. Теперь тут стоят газовые баллоны. Так. Идем дальше. Слева, где дрова, жили телята. Но теперь их тоже нет. Тут всегда тусила корова. А там жили курицы. А тут начинается человеческая часть. Я надеюсь, ту часть ты не хочешь всем показывать. Ну ладно, давай посмотрим. Пойдем дальше. Мы попадаем в сене. Мы в сенях. Здесь склад всяких вещей. Амбарчики для зерна, в которых сейчас нет всяких запасов. Также отсюда доступ по всей части дома. Придем в избу. Вот мы и здесь. Это комнаты и дом. Начнем с кухни. А потом придем к маме, которая смотрит телевизор. Это печка. Она большая, русская. И очень теплая. Здесь готовят виду. Вот. Можете заглянуть. У нее бездонное пространство, в котором раньше мыли детей. Я думаю, вряд ли что там будет видно. Но это не важно. Поверьте на слово, там очень круто. Так. Теперь пройдем чуть дальше. Угу. Помывальничек. Идем дальше. Нападаем в следующую комнату, у которой куча кроватей. Красный угол. С великими и красивыми ребятами. А также телевизор. Также тут есть супер старинные часы. И наши дорогие родственники. А именно мой дедушка-бабушка и прадедушка-пробабушка. Вот они тут за нами наблюдают. Я нарежу вас сопротивляться. Страшные рожи говорили. Отдай. Ну а нарежу вас... Здесь детская комната, которую мы провели все детство. Но сейчас тут достаточно темно. Мы пробуем добавить света. Вот. На стене висит потрясающее панно с оленями, которое, наверное, висело у каждого на стене. Видите, они пьют олени на водопое, горы и все такое. Теперь идем дальше. Попробуем узнать, что у нас еще есть. Выходим через парадное крыльцо. Кстати, здесь веранда, на которой можно спать в пологе и защищаться от комаров в знойную летнюю жиру. Сейчас очень холодно. Хм... Что же у вас тут? О, свет в кладовке. Для того, чтобы его включить, нужно дернуть выключатель, который мы не дернули. Ну, тут вход на чердак. И кладовая со всякими корзинками, сапогами и утварью, которая поможет нам в будущем выжить в суровых условиях. Так, идем туда. Вот я встал на улице. Ой, ножки. Ой, ножки. Это другой домик. Маленький. Когда-то на месте большого домика был другой, он загорелся. И все построили маленький домик, что в нем пока строят заново большой. Очень удобно. И теперь есть и маленький, и большой. Маленький. Вот. А это школа. Посмотрим, что есть там. Раньше здесь. На этом мы посмотрим с другой стороны. Тут всякие штуки. Сарай. Там пчелиные. Раньше были всякие дедушки на пчелиные штуки, потому что он занимался пчелами, и вся эта поляна была услана пчелиными домиками. Наверное, их было штук 20. Это было очень круто. Маленький далек. Тут всякие снасти для лошади. Прялка какая-то старинная. Ну, она достаточно простая. Кирпичи. Если кто-то любит кирпичи, ему понравится. А также... Тут есть жилое помещение, в котором летом можно проводить время. Нажимающе большое. Но все равно классно. Вот тут мы всегда спали. Когда были маленькие, и была куча народа, нас выгоняли в этот дом, чтобы мы тут спали и бесились. И никому не мешали. Вот. Так мы и делали. В то время, когда буквально за стенкой от нас была дедушкина мастерская, в которой он делал все свои штуки. И особенно пчелиные штуки. Это как Фёдор Иванович его мегаполтин. Но, как мы видим, подрисуем усы. Но, как мы видим, подрисуем усы. Можно не играть. Но можно... Похоже на смычок. Здесь есть всякие пилы, рубанки, станки и прочее остальное. Но все вон за той дверью совершенно секретно. Доступ туда только по самым секретным документам. Вот тут у нас есть немножко сот каких-то древних и пчелиные рамки. Потому что именно здесь добывался наш любимый долг. Вот. В гигантской медогонке. Сейчас она вся у родственников. Там, в соседней дереве. Так, идем дальше. Это наш простор. Когда-то вот все до вот тех деревьев. И до вон тех деревьев было нашим огородом. Там мы собирали сияло для своей скотины. Все вот то поле было усеяно картошкой до вот тех деревьев отсюда. Было очень-очень много картошки. А тут был всякий капустный огород. Вот это баня. Сейчас пойдем туда. Посмотрим, что там. Небольшая картофельная грядка. Свежевыкопаемые. Уходим. 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 Ты видишь этих парней? И махают нам рукой. У нас остыщая баня. Буквально скоро мы ее раскочегарим и возмоемся. Будет очень круто. Вот. Она у нас обычная с котлом. И весь сток и в доме, и в бане. Все под таким углом, чтобы все текло в огород. Очень удобно. Вся водичка течет на поля. Идем дальше. Вот. То единственное немногое, что удается посадить. Это клубника. Вот она посаженная. Всякие лучки, паучки и так далее. Вот мы выкопали вчера что-то. Посадили на что-то. Картошку, лучок. Тут еще чесночок. И сморозины всякие. В общем, немножко ягодок, чтобы было вкусненько. Вот такие дела. А сейчас мы можем пробежаться на улицу перед дому. Посмотреть, как это все выглядит со стороны. Пойдемте через цветущие яблони и сморозинку. Комментарии. Сарай. В нем лежат сарайные дела. Лестницы, шифер, леники, палки, бочки. И приспособления. Виллы, грабли, лопаты и дуги для огородов. Раньше там было сено. Очень-очень было. Что-то я не знаю. Снимают я. Да, интересно. Вон у тебя тоже был здесь. На, на, види. Снимаю я радар. На, на, все, развиваюсь. Посмотрите на лицо, а теперь, а теперь, посмотрите направо, или наоборот, там, 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 ну значит, посмотрите туда вообще, и вы все поймете. Дело в том, что в нашей деревне почти никуда не жмёт только Анатолий Павлович, который сидит на лавочках, и всё. И вот и всё.